Здравствуйте! Сегодня мы говорим о бактериоцинах, антибактериальных веществах, которые являются альтернативой антибиотикам. Дорогие друзья, современный способ изучения микробиологии это наш видеоканал популярной микробиологии ЗОЖ. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк. Бактериоцины это антибактериальные вещества. Они вырабатываются многими видами бактерий. Они подавляют жизнедеятельность бактерий других штаммов того же вида. У кишечных бактерий они называются кулицины, у возбудителя чумы пестицины, а у холерного вибриона вибриоцины. Кулицины продуцируются под контролем колициногенных плазмид. Механизм их действия адсорбируются на рецепторах чувствительных клеток, нарушают процессы синтеза, вызывают гибель клеток. Известно более 25 типов колицинов А, Б, С, Д, Е1, Е2 и т.д. Кулициногенные плазмиды потенциально летальны для клеток. Спектр активности бактериоцинов, а это важное отличие от антибиотиков узкий. Бактериоцины определяют внутривидовую конкуренцию, поскольку лишь небольшая часть бактериальной популяции обладает антибактериальной активностью. Применение бактериоцинов. Первое. Для типирования бактерий при проведении эпидемиологического анализа. Второе. Бактериоцины это альтернатива антибиотиков. На основе бактериоцинов можно создавать небольшие пептиды, которые подавляют рост бактерий. Преимущества бактериоцинов обладают антимикробной активностью, токсичность низкая, возможность производства пробиотиков и возможность использования в борьбе с раком. Благодарю за внимание.